тут нет понятия правота тут есть понятие либо свой либо чужой мы пацаны только этому научаемся и мы вышли мы поняли что вот-вот вовка корифам прав не прав бля на я за него 100 человек без лопаты зарою и там если кто-то кинулся на вовку пойдем все нормально и там мы это сначала моя компания потом мой двор потом мой класс потом он ну там поэтому мы в определенном возрасте ходим двор на двор драться район на район драться зачем но просто они чужие да это карта реальности война естественно поэтому история человечества это история войн и в принципе патриоты и в принципе юноши они очень полезны юноши тоже не очень много их тоже 30 процентов на земле весело да у нас 30 процентов подростков и 30 процентов юношей и это воспитывается более чего чем хороши спортивные трансляции так далее неважно мы все равно учимся болеть за своих неважно попробуйте заболеть за чужих все если ты живешь в питере болеешь за динамо очень жаль война будет прям тотальная здесь потому что это баба яга в тылу врага все но война чем она отличается что там что в соревнованиях что в войне и там и там победа но в соревнованиях я обогнал я победил а в войне уничтожение противника либо полной капитуляции то есть либо моральное либо физическое уничтожение противника вот в чем главное иначе победа не состоялась иначе победа не до конца и более того в карте реальности победа обязательно предусматриваются жертвы мы согласны на черт так уж и быть пусть я пострадаю пусть мне зуб выбьют но я ему блин и так далее и в зависимости от этого мы воюем это самая распространенная карта реальности в психотерапии поэтому все почти психотерапевты и психологи работают с этой карты реальности